Во время осмотра самого большого гидроузла в Севастополе Сергей Минялый пообщался с коллективом и ознакомился с оборудованием. В скором времени здесь планируют изменить технологию очистки воды. Все нормальные водоканалы и России и Европы используют гипохлорид. Есть разные там зонирования, ультрафиолет. Но сегодня для нашей воды мы провели исследование вместе с рядом лабораторией и городскими СЭСами, и московскими, что для нас учат сделать гипохлорид. Оно и по качеству воды будет лучше, и по степени обеззараживания она будет эффективнее. В Севастополе дефицита воды жители не ощутят. Сейчас в городе готовятся к расконсервированию старых и бурению новых скважин. Также есть предложение использовать дополнительные водоемы для обеспечения севастопольцев живительной влагой. Шутец, который будет строиться, это не наша, которая на сегодняшний момент. Если вы войдете в гугл, можете посмотреть, в Сочи такая построенная контейнера, красивая, нормальная, хорошая, экологически чистая. И тоже надо понимать, что нормативный срок среди ТЭЦ это 2,5-3 года. ТЭЦ, которые будут одна построена в Крыму, другая у нас, они полностью будут покрывать всю потребность Крыма. Рядом с гидроузлом планируется построить ТЭЦ. Это предприятие будет обеспечить теплом и электроэнергией значительную часть города. По тем скважинам, которые уже идут разработки, и по тем скважинам, которые мы нашли, будем их расконсервировать, а некоторые бурить заново. А так, коллектив работает, это хорошо. Встретился Сергей Миняйлович с трудовым коллективом предприятия «Севгорводоканала». Глава города поблагодарил сотрудников за работу и порядок, который поддерживается в организации. Дмитрий Слизовский, Владимир Соротин, Денис Корвель, Наталья Бабкевич. Программа «Наше время».